К сожалению, можно констатировать факт, что нынешнее поколение в плане физического здоровья проигрывает предыдущему. То, что было заложено Советским Союзом, а именно глобальная роль любительского спорта, воспитания будущих строителей коммунизма, канула в лету. Наши спортсмены еще зарабатывают медали на Олимпиадах, но преимущественно делают это на заложенном еще в советское время фундаменте. Что же необходимо сделать для того, чтобы украинский стяг как можно чаще рел на Олимпийском пьедестале, обсуждали одесские специалисты. Между тем, высокие спортивные результаты – это не только престиж нашего государства. Украина, как независимое государство, нуждается в защитниках, как от внешних врагов, так и от внутренних. И, увы, глядя на некоторых наших «бравых» правоохранителей, простых украинцев, которых эти самые правоохранители или военные должны защищать по долгу службы, разбирает лишь горький смех. Стоит задуматься, что это действительно угроза на государственном уровне для будущего поколения. Если ребята сегодня не могут нормально отжиматься, бегать, и у них это стоит на грани угрозы жизни, то какими защитниками отечества они будут, как они смогут быть работниками правоохранительных органов и так далее. Да вообще, как они могут ухаживать за девушками, если, может быть, им даже и сумочку тяжело будет поднести. К сожалению, в данный момент любительский спорт – прерогатива среднего класса. В СССР было множество спортивных кружков и секций – футбол, волейбол, борьба. Нация заботилась о грядущих поколениях. Сегодня же, чтобы воспитать здорового и крепкого ребенка, необходимо вложить немалые средства. Заплатить тренеру, купить соответствующую экипировку. Выход одесские специалисты видят только один, иначе доведется надеяться только на энтузиастов. Если раньше были какие-то государственные программы, которые были направлены на оздоровление, на поддержку молодого поколения, которое в дальнейшем становилось здоровее, сильнее, то сейчас это все пошло на самотек. Спорт в нашей стране еще развивается благодаря высоким покровителям во властных кабинетах. Кто-то из них занимается единоборствами, кто-то любит хоккей, кто-то предпочитает футбол. Но это лишь полумеры, которые до добра не доведут, иначе доведется надеяться только на энтузиастов. Все меньше и меньше уделяется вниманию подготовке и воспитанию молодых кадров. Если раньше при Союзе в этом мероприятии принимало участие непосредственно государство, многие общественные организации спортивные, то сейчас как бы все это пущено на самотек. Ну, остались еще энтузиасты этого вида спорта и этого движения, которые и на общественных началах, и на собственном энтузиазме всячески пытаются удержать на плаву то, что еще осталось. В итоге специалисты с горечью констатируют – Олимпийский резерв существенно обмелел. Для достижения высоких спортивных результатов нужно крепкое здоровье, отличное питание и здоровая нация в целом. А чтобы достичь этих благородных целей, нужно снова сделать общедоступным любительский спорт и оградить нынешнее поколение от пороков. Анатолий Косин, Екатерина Булучева, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».